Так, всем добрый день. Друзья, всем добрый день. Присоединяемся к нашему прямому эфиру. У нас сегодня будет актуальная тема, посвященная плазмотерапии. И это процедура, которая актуальна круглый год. И в летний период можно, и в осенний, и в зимний. Ольга Александровна, здравствуйте. Всем доброго. Как мне присесть, чтобы меня было видно? Пропала немножко. Так, друзья, мы начинаем. Вместе с доктором Фёдоровой проводим прямой эфир, посвященный PRP-терапии. Будем говорить про Reginal Lab, отвечать на популярные вопросы. И это будет новый для нас формат, потому что до этого мы отвечали на вопросы, которые были в комментариях. Сейчас пишите вопросы, вот где стоит такой вопросик и в карточке. Ну, давайте, пока Ольга Александровна нам с вами будут присылать вопросы. Мы поговорим про вообще Reginal Lab. Чем PRP-терапия отличается от плазмолифтинга? Я уверена, что очень многие слышали плазмолифтинг, плазмотерапия. Вот давайте проведем небольшое разъяснение. Ну, вот, ПРП-терапия приводится как плазма, обогащенная тромбоцитами. Вот, соответственно, если говорить про плазмолифтинг, это более такое коммерческое название процедуры ауто-генотерапии. Вот. В общем-то, и, соответственно, принципиальный момент именно PRP-терапии, то, что при получении плазмы мы имеем здесь тромбоцитов концентрация около миллиона, да, единиц клеток. Вот. Поэтому это вот как бы именно за счет такой концентрации высокой мы имеем в дальнейшем и результаты, и пролонгированный эффект, и, в общем-то, сам терапевтический эффект от данной процедуры. Угу. Так, давайте продемонстрируем также пробирки Реджин Лаб и немного расскажем об отличительных особенностях. Первая, самая популярная, это синяя пробирка. Значит, синяя пробирка Реджин Лаб это считается самой классической вариантом, который, так скажем, подходит при, так скажем, ну, универсальной, то есть его можно включать в любые процедуры, в любые протоколы. Его применяют в качестве и омоложения, и реабилитации, и лечения угревой болезни, и, что самое главное, это в трихологии. Вот, соответственно, эта пробирочка представляет из себя, значит, на дне такой гель, да, это так называемый разделительный гель, да, куда при центрифугировании оседают более тяжелые клетки ретроцита. Вот, соответственно, в самой пробирочке есть специальное такое вещество, как цитрат натрия, тоже, как бы, уникальная такая история именно Реджин Лаба, то, что цитрат натрия, он, так скажем, не инактивирует вот эти вот нативные живые клетки, тромбоциты при заборе крови, и не даёт крови сгущаться и, соответственно, формировать сгустки. Угу. Так, красная пробирка. Я уже вижу, у нас есть вопросы, поэтому мы сейчас быстро обсуждаем пробирки и переходим. И красная пробирка, как правило, идёт больше как антиэйдж-терапия. Здесь тоже содержится, понятно, что... Ну, здесь вот момент какой, что здесь, так скажем, имеется разделительный гель, но нет самого цитрата натрия, а здесь чистый и добавлен ещё чистый фибрин. И, соответственно, при заборе крови и центрифугировании, да, мы получаем такую, так скажем, похожую на жидкость определённую, да, то есть и этой пробиркой мы всегда работаем в совокупности с синей пробиркой, чтобы на выходе получить так называемый тромбиново-фибриновый гель, то есть такую, как филероподобную, такую плотную консистенцию. И используем её именно в антиэйдж-терапии, то есть для укрепления дермы, для каких-то процедур именно по омоложению на любых участках лица, тела. Угу. И жёлтая пробирка или золотая? Да, жёлтая или золотая. Здесь уже содержится, помимо вышеперечисленного, да, содержится гиалуроновая кислота. Это она, так скажем, не ретикулированная, да, то есть она не с щитэ. Её содержится примерно 20 миллиграмм на миллилитр, да, то есть она достаточно в таком физиологической концентрации. И, соответственно, при смешивании и центрифугировании вместе с кровью, которую берётся у пациента, да, мы получаем тоже такую гелеобразную немножко субстанцию, да, которую мы тоже используем для глубокой гидратации, восстановления кожи и тоже как бы в умолаживающих процедурах. Угу. Так, друзья, мы переходим к вопросам. Я вижу, что у нас уже поднакопились вопросики. Вы также можете задать ваш вопрос. Вот со стороны окошка Ольги Александровны есть такой квадратик, там есть знак вопроса, скидывайте туда ваши вопросы, мы их будем зачитывать. Так. Давайте, вот первый вопрос. Какая сторона производитель? Ольга Александровна, только вам нужно чуть-чуть, да, вот так повыше, чтобы было вас видно, а то, видите, закрывается, получается. Ещё, если можно, чуть-чуть повыше. А, вот так, вот так, всего. Угу. Страна производитель — это Швейцария. То есть это институт клетчатой технологии, именно Швейцария, разработан, и, соответственно, как бы все поставки, дистрибьюторы, все они, как бы, мы работаем напрямую. Угу. Так, а дальше? Как подготовиться, какие анализы? Да, очень важный момент, то, что если человек никогда не делал плазмотерапию, и никогда, соответственно, его доктор не просил сдать анализы, то мы обязательно просим сдать этот общий анализ крови, для того, чтобы посмотреть как раз уровень термоцитов, уровень гемоглобина, вот, соответственно, и оценить вообще качество, так скажем, крови. Вот, и смотрим еще обязательно это, так называемый, госпитальный комплекс — это ВИЧ, гепатит, сифилис. Вот, то есть то, что при госпитализации все сдают, и если есть какая-то патология, там, например, там, какие-то, может быть, хронические печеночные заболевания, там, может быть, какие-то там еще, да, то есть мы можем какие-то определенные биохимические анализы посмотреть в плане, чтобы не было каких-то острых состояний. Так, все запомнили. Кто не запомнил, информация по анализам есть у нас на сайте, или же можно посетить специалиста, и специалист вам расскажет еще раз, какие необходимо сдать анализы перед проведением этой процедуры. Так, а возможно ли коррекция на сослезной борозды? Ну, если мы говорим про PRP, давайте, Ольга Александровна, здесь дадим комментарий. Ну, так, обычно мы корректируем, так скажем, я в кавычках слово беру «корректируем», это когда мы работаем пробиркой красной и синей, то есть когда мы получаем аутогель. Соответственно, мы немножко можем проложить эту зону, да, для того, чтобы просто уплотнить кожу, сделать ее более плотной, да, потому что у нас переорбитальная зона подглазничная, довольно-таки тонкая кожа, но полноценную коррекцию, чтобы, например, если есть западение, так скажем, вытолкнуть максимальный этот провал, то здесь, конечно, нам в помощь это филеры. Насколько сочетается в одну процедуру PRP плюс филер? Тут надо тоже смотреть, какая зона. Если, например, там, допустим, пациент хочет, там, допустим, губы подбородок, филер, ну, как бы, да, можно это сделать, соответственно, просто, грубо говоря, мы можем… Это не принципиальная зона для введения плазмы. Но если, например, там, с куловой зоной или, так, допустим, носовлюбленные складки, то эту процедуру надо разделять, то есть в промежуток примерно хотя бы, чтобы 2 недели прошло. Угу. Так, делают ли PRP при беременности? Конечно, нет. Противопоказания. И в период грудного вскармливания тоже. Поэтому, как только все эти приятности жизни закончатся, записывайтесь к нам в ЦДК. Так, есть ли регистрационное удостоверение? Да, конечно, это однозначно. То есть это, наверное, единственная такая запатентованная и многоизученная процедура. И в России, естественно, она… Есть все разрешения и сертификат соответствия. Угу. Да, есть все документы в клинике. У нас также можно при желании запросить, и мы все документы продемонстрируем. Поэтому мы работаем вообще, в принципе, на всех препаратах и аппаратах, которые имеют декларацию соответствия и регистрационное удостоверение. Поэтому за это можно не беспокоиться. Так, какой курс процедур? Ну, смотря какую тоже пробирку, если мы берем классическую синюю пробирку, то мы обычно, например, можем ее использовать как и раз в месяц, что является таким принципиально положительным моментом, да, потому что достаточно пролонгированный эффект. Но если, допустим, мы используем ее как такую, как пульс-терапию, очень интенсивную или как подготовка перед шлифовками, операциями или еще какими-то такими интенсивными воздействиями, мы, например, можем делать каждые две недели. Соответственно, если мы делаем это либо желтую, либо красную пробирку, то здесь курс раз примерно в 2-3 месяца. То есть тоже, в принципе, очень удобная процедура для пациентов, то есть особенно для тех, кто не любит ходить, либо там работа не позволяет. Вот, то есть очень хороший вариант. Так, Ольга Александровна, нам нужно, чтобы вы все-таки еще, да, вот так переместились, потому что иначе плохо видно лицо. А, все, все, все. А лицо — это наше все. Лицо своих героев нужно знать в лицо. Так, все. Да, так получше. Просто на всех экранах по-разному. Я тут еще параллельно смотрю, как у нас выглядит. Так, если говорить про сравнение с обычным плазмолифтингом, то какая разница в курсе процедур и в количестве процедур? Естественно, что наши, так скажем, пробирки плазмолифтинг, которые, в общем-то, тоже имеют сертификацию в средстве, да, в них немножко технические моменты есть другие, да, то, что там в них содержится гепарин, вот это как раз, который кроверазжижающим является фактором, да, и, соответственно, он значительно уменьшает концентрацию вот этих вот нативных полезных тромбоцитов, соответственно, чтобы был более выраженный клинический, да, эффект, чтобы момент накопления был более выраженный. Нам эту процедуру надо повторять каждую неделю. То есть если очень хочет, например, нашу плазмолифтинг пробирку, да, или как бы настроен на неё, то мы, как правило, изначаем курс каждую неделю. Угу. Так. Например, 6-8 процедур, не меньше. Угу. Следующий вопрос, он аналогичный получился. Так, возможно ли сочетать с процедурами, например, после лазерной шлифовки? Это, наверное, я бы сказала, процедура выбора в данном случае, что мы не оставляем никогда пациента перед такой серьёзной процедурой, как шлифовка, да, без подготовки, без реабилитации. Поэтому что подготовка, что реабилитация, плазма даёт, наверное, самый шикарный, продуктивный, результативный эффект, вот, и, соответственно, значительно укорачивается период реабилитации, пациент намного быстрее выходит из состояния некомфортного, да, и, соответственно, эти процедуры настолько хорошо дружат, что и результат на выходе намного активнее. Поэтому наши пациенты уже хотели оценить и любят эту процедуру сочетать, как бы, в этом плане. Это процедура выбора. Да. Ну и к тому же позволит провести реабилитацию наиболее быстро и раскрыть эффект от лазерной шлифовки. Так, если есть аутоиммунный тироидит, можно ли делать плазму? Опять-таки, это является относительным противопоказанием. Если аутоиммунный тироидит компенсированный, без обострения, препараты правильно подобраны, как бы, проблем особых никаких нет. Если, например, ну, я бы ещё рекомендовала тоже, так скажем, проконсультироваться своего лечащего доктора, потому что, как бы, доктора сейчас все в курсе, что такое плазмотерапия. То есть, если он посчитает, что это никакого не будет давать параллельного стимулирующего действия, то можно вполне это делать. Так, дальше. С какого возраста, возможно, процедура PRP? В общем-то, показания с 18 лет. То есть, я беру, почему с 18 лет, это, например, акне-постакне, лечение проблемной кожи. Ну, и второе, это, например, там, проблема с выпадением, с лечением выпадения, да, то есть, какие-то дерматиты на коже и лица, и кожи волосистой части головы. То есть, именно в этом ключе, да, с 18 лет. Как долго длится эффект? Ну, так как здесь, так скажем, идет стимуляция собственных резервов кожи, то, в общем-то, результат, так скажем, даже по клиническим исследованиям, от 3-4 процедур сохраняется в течение года. То есть, здесь должен быть именно результат от курса. То есть, понятное дело, что и одна процедура даст результат, но все-таки вот именно ожидаемый длительный эффект, да, то это обязательно должен быть в курсе процедуры, которая обговаривается уже изначально. Так, вот еще, кстати, вопрос. Мы с вами уже обсуждали, да, Regin Lab поможет ли вылечить акне и постакне? Ну, мы всегда берем и работаем с Regin Lab в качестве вот именно лечения акне и постакне в каком-то, так скажем, в комбинации с другими процедурами, да, то есть мы обязательно сочетаем там либо с теми шлифовками, с игольчатым МРФом, либо с пилингами, то есть с фототерапией, да, то есть с процедурой. То есть, когда мы это все идет такой вот насыщенный, правильный степ-бай-степ курс, как правило, результаты очень хорошие. В первую очередь, эти результаты не очень хорошие. Так, дальше. Какое отличие от пробирок Ender-Ed? Знакома ли вы с пробирками Ender-Ed, Ольга Александровна? Ну, к сожалению, я как бы где-то на конференциях слышала про эти пробирки, но сама не работала, и в клинике у нас их не было. Ничего сказать не могу ни хорошего, ни плохого, но я так понимаю, что это только ERP, и насколько я сертификатом о соответствии, то есть с удостоверением. Поэтому просто считаются такими вот золотым стандартом ERP-терапии, и, в общем-то, то, что они швейцарского качества, то есть это говорит о многом. Так, дальше, следующий вопрос. Можно ли пробирку Raging Lab смешать с ботоксом? Точно нет. Наоборот, действия ботокса, когда, допустим, какие-то моменты бывают, там, допустим, надо низить вау, то есть мы как раз прорабатываем именно плазмотерапией. Поэтому точно нет. Это взаимоисключающая процедура. Тем более, смешная. Так, как долго длится реабилитационный период, и какие могут возникнуть осложнения? Вот по реабилитации вообще могу сказать, что практически ее нет, так таковой. Единственная реабилитация, это только могут быть синяки, которые, так скажем, при любой инъекционной процедуре могут быть, и плюс еще то, что сама техника инъекции достаточно глубокая. Поэтому здесь могут быть какие-то синячки, небольшая краснота от скольчиков и небольшая, соответственно, такая какая-то отечность тоже, как послепроцедурная. Вот, осложнение, как правило, ну, я говорю, что если только рассматривать, там, не знаю, там, большой синяк, это осложнением, и то это как бы считается просто одним из вариантов такой реабилитации. Осложнений быть не может. Если техника, особенно, так скажем, я имею в виду пробирок с фибрином и с гиалуроновой кислотой, если их, допустим, например, я так скажу, с гиалуроновой кислотой пробирку нельзя инъецировать в переорбитальную зону. Конечно, если нарушить эту технику, пациент проснется с жутким отеком и, так скажем, будет не особо доволен. Поэтому если соблюдать и понимать и делать все по, так скажем, протоколу, никаких проблем не будет. Дальше. Какие противопоказания к работе с Роджинлаб? Противопоказания, опять возвращаемся, это беременность и лактация, это острое респираторное вирусное заболевание, это заболевание крови, то есть свертываемости крови, бывают они, как правило, врожденные или генетические. Плюс, если, например, допустим, у человека изначально есть, как, допустим, железодефицитная аномия, или по анализам какие-то проблемы с тромбоцитами или с гемоглобином и так далее, системные заболевания тоже в стадии обострения. Если человек находится, еще тоже немаловажный момент, на каком-то курсе лечения на каких-то интенсивных препаратах, то есть это, например, допустим, какие-то гормональные активные препараты, я там не беру контрацептивы, а просто каким-то показанием, вот. Если, например, человек принимает какие-то активные антибиотики, какие-то препараты, снижающие иммунитет, цитостатики, то вот это тоже является противопоказанием, потому что, соответственно, это все будет влиять на качество крови и качество плазмы. Следующий вопрос мне тоже понравился, сейчас я его поставлю. Можно ли ВИЧ инфицированным делать плазму? Ну, здесь я бы так сказала, что, так скажем, теоретически, если все компенсировано, да, то делать можно, но здесь тоже момент, что в любом случае такие пациенты, они находятся на курсе определенных очень интенсивных препаратов. И я думаю, что ни один инфекционист, который ведет этих пациентов, я думаю, не даст добро на введение плазмы просто. Ну, то есть... Не навредить человеку, но и какого-то, так скажем, положительного результата, тем более, я думаю, что клинических исследований и не проводилось на таких пациентах, потому что это определенная такая ниша своя, которая не позволит, так же, как и на беременных не проводились эти клинические исследования. Да. Так, переходим к следующему. Рейджинлаб и гинекология. Эффективно ли в гинекологии? Это однозначно эффективно. Наши гинекологи активно применяют и при лечении различных гинекологических патологий, соответственно, и также применяют в сочетании с теми же процедурами монолиза тач, то есть это лазерным омоложением. Шикарно работает и по восстановлению именно в плане слизистой, микрофлоры. То есть там есть свои моменты, когда применяется также при различных аногенитальных видах отбеливания, но это, опять-таки, лазерных, то есть вместе с плазмой дает очень хорошую заживляемость, реабилитацию и результат процедуры, так скажем, намного более выраженный. Угу. Так, а лучше колоть как мезотерапия или же по точкам? Ну, вообще, Реджинлаб колется по определенным, скажем, болезнью, техникой, то есть это не должны быть очень поверхностные инъекции. Но максимум можем там где-то поверхностно, если нам нужно, там может быть какой-то воспалительный элемент или еще что-то подколоть. Вот. Ну и по сути, такое тоже внутридермальная методика мы обкалываем волосистую часть головы, но опять-таки это не поверхностно, да, то есть это достаточно такая, она похожа на мезотерапевтическую методику, но это не поверхностные вкольчики, то есть это не техника напажа. Это достаточно такие хорошие внутридермальные папулы, это на волосистой части головы. А на коже лица это однозначно глубокие болюсы. Так, а может ли золотая пробирка заменить филлер? Ну здесь я не могу их как бы однозначно сравнивать, потому что золотая пробирка опять-таки это с гиалуроновой, здесь больше идет внутренний гидрорезерв, это восстановление, это стимуляция, во-первых, собственной гиалуроновой кислоты за счет синтеза фибробластов, это ускорение регенерации, это утолщение самого, так скажем, слоя эпидермиса, да, то есть за счет активации клеток. Я бы не могла их сравнивать, то есть это все-таки не так, что мы заполнили, например, там, я не знаю, щечку, да, и она вот с филлером, например, она держится. Здесь немножко другая история, здесь больше, наверное, я бы говорила про такой пролонгированный бирюлитализирующий эффект. Угу. Так, сейчас еще найдем вопросики, тут что-то дублируется. Ольга Александровна, спасибо за ответы, но еще есть парочка вопросов. Так, а мы уже отвечали, какой реабилитационный период, и есть ли осложнения после процедуры? Мне кажется, что уже были ответы. Так, когда и как долго будет эффект? Тоже мы рассказали. И можно ли с помощью PRP лечить выпадение волос у мужчин? Не хочу, чтобы он был лысым. Ну, кстати говоря, наверное, это процедура выбора тоже при... Мужчину, это мы говорим про, как правило, приандрогенное выпадение, и процедура выбора при лечении андрогенное выпадение, это однозначно PRP, то есть, потому что это единственная процедура, которая реально может восстанавливать и активировать фолликулы, или спящие фолликулы, то есть для мужчин это процедура номер один, если кто приходит именно лечить выпадение. Конечно, если уже такая запущенная стадия, то есть когда уже, ну, есть участок, где долго не росли волосы, да, то есть когда идёт уже рубцевание самих фолликул, то здесь уже, конечно, другой уже момент, но когда идёт именно начинающаяся стадия, либо уже такое какое-то умеренно выраженное поредение, то PRP, как правило, даёт очень хорошие результаты. Угу. Так, Ольга Александровна, это был у нас последний вопрос. Может, Вы бы от себя что хотели добавить по нашей процедуре? Ну, я бы добавила то, что, ещё подчеркну, что эту процедуру можно выполнять на любом участке лица и тела, то есть если, например, допустим, можно и работать с кистями рук, можно работать, например, там, с кожей на области живота, внутренних поверхностей бёдер, то есть там, где проведена была какая-то интенсивная процедура, необходима реабилитация. Многие приходят, когда планируют какие-то пластические операции, то есть перед пластическими операциями. После пластических операций это тоже процедура выбора для пациентов. Да, друзья, процедура не имеет сезонности. Её можно и в летний период, и зимой, осенью, весной. Безусловно, у нас уже мы много лет работаем с этими пробирками, получаем прекрасные результаты. Некоторые пациенты выбирают не просто пробирку, а королевский набор. Кстати, в чём его преимущество? Давайте тоже расскажем. В королевский набор входит сразу красная пробирка с фибрином и несколько пробирок синих. То есть, соответственно, мы, так как мы при получении вот этого вот аутогеля, мы делаем забор немножко из фибриновой, а в основном всю основную массу мы берём из синей пробирки. Вот, соответственно, это королевский набор, почему он такой считается королевский, да? То, что мы можем сразу большую обработать площадь, то есть в плане, например, там лицо, шеи, декольте или кисти, и получить сразу такой интенсивный, мощный, так называемый лавый эффект. И там, соответственно, в этом тоже наборчике уже всё-всё есть, да? То есть, ну, грубо говоря, там даже это удобство, наверное, больше для нас, да? То есть мы его вскрываем, у нас всё уже есть подготовленные, и шприцы, и иголочки, и всё-всё-всё. Вот, соответственно, очень хороший вариант. В присутствии пациента. А? В присутствии пациента, да, индивидуальная упаковка, и действительно выглядит, и выглядит очень красиво, и процедура. В результате получается прям вау-эффект. Очень многие пациенты видят и сразу после процедуры результат. Поэтому показания мы сегодня обсудили, показаний очень много. Очень часто мы используем эту процедуру. Друзья, я надеюсь, что мы ответили на все вопросы. И встретимся в новом прямом эфире. Ольга Александровна, спасибо большое за ваши ответы. Всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!